Это водка? Помилуйте королева, разве я позволил бы себе налить даме водки? Это чистый спирт! Смело пейте. Желаю доброго и прекрасного времени суток всем адекватным и абсолютно разумным подписчикам, которых я люблю и ценю, несмотря ни на что. НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО! С вами я, ваш верный, игровой пояснял, а по кличке жизнерадостный Нурглит. Я решил продолжить выплачивать свои долги по роликам, выплатил урожайск, закончил с халфой, а теперь вот оно, Ведьмак 2. А по вампирам тоже что-нибудь будет, да? НЕТ! На самом деле, Ведьмак был отложен, но не столько из-за лени или потери интереса к игре, сколько из-за особого подхода, который требует данная игра и тогдашние CD Projekt'ы, ибо тогда разряды очень сильно отличились и в хороших, и в плохих смыслах. Дамы и господа, прошу вас устраиваться поудобнее. Сегодня мы начинаем рассказ про игру, сумевшую многих восхитить, удивить, взбесить и даже возненавидеть, а сами же CD Projekt'ы потихоньку начали становиться теми, кем они являются сейчас. Так да, этого никто не увидел и даже не запомнил, но я вам расскажу и даже покажу, но прежде покажу вам World of Warships! World of Warships это абсолютно беззарнейший бесплатно военно-исторический прикол Десны онлайн-экшони категории А, который подобно махакамскому спирту со временем становится только левелапнее. Ярким примером является то, что там недавно появились новые увлекательные режимы, а также новый класс военных кораблей, подводные лодки. И это особенно классно потрясно, ведь помимо биться на воде, они теперь также происходят и под водой, шмаляй торпедами налево и направо, ныкайся на глубинах, а также воюй с самолетами, подбери корабль себе по вкусу. При всем при этом сама по себе игра богата и другим контентом. В специальном разделе ты можешь чилить за просмотром интереснейших документальных фильмов о военно-морском флоте, или же проходи исторические кампании, основанные на реальных событиях. При этом в игре есть контент эстетический, любуясь о своей собственной флотилии в порту, осматриваясь всё до мельчайших деталей и балдей, ибо игра максимально красива и детально прорисована. Эх, а какая там вода! Одним из интереснейших элементов игры являются кланы. Сражайся вместе, собирая коллекцию кораблей, апгрейди общую клановую базу и просто хорошо проводи время. А ещё игра вот только в шестой раз хэппи бёзднулась, а значит там раздают подарочки. Ну и поздравляем! World of Warships, регистрируйся в игре по ссылке в описании, забирай шикарный набор подарков аж на 2000 рублей и становись частью большого и дружного комьюнити уже сегодня. Пора играть! Начать, думаю, следует с того, что успех первого Ведьмака ясно показал, что народу Гербель зашёл, а значит можно доить Седова дальше за его мутантские сисечки. Разрабы допилили игру патчами и кое-какими мини-дилси, выпустили директор скат и заработали баблишко. Почувствовав, что дела идут в гору, ребята подумали, сейчас нам заработанных денег хватает на целый ящик Жвека, но ящика Жвека мало, надо минимум два. Пора расширяться! Был составлен план, по ходу которого Ведьмак должен был заиметь прямое продолжение в виде новой номерной части, а заодно вступить на совершенно новую территорию, территорию консольного гейминга. Что там, бать? Там земли кинематографичных 30 фэпосов с просадками! В 2007 году они начали делать игру Ведьмак 2, которая должна была выйти и на ПК, и на консоли, однако за консольную версию имелись переживания, ибо консольщики совсем не знают про первую часть, которая по сути является ПК-эксклюзивом. С этим надо что-то делать. Адекватным на то время вариантом было перенести первого Ведьмака на Xbox 360 и третью плойку, однако от реализации данной идеи CD Projekt'ов разделяла всего лишь одна маленькая проблема. Первый Ведьмак был создан на тамошнем движке от BioWari, который на тот момент не совсем был подстроен под консольную систему. Что же тогда делать? Решение было найдено. В 2008 году стало известно, что сидюки наняли студию Wide Screen Games, известную такими играми, как Dead to Ride, игра по дюне и Черный Брукуньер. Под присмотром сидюков они работали над консольной игрой Ведьмак, Рассвет Белого Волка. Игра разрабатывалась на собственном движке, и судя по трейлерам, выглядела и игралась весьма неплохо. Хоть рожей Геральт и был похож на лотца кирпичей с зубами, сам он дрался и управлялся ловко и удобно, как 10-сантиметровая писька. Было видно, что разработка идет хорошо. В это же время, меня, кстати, весьма удивляет, что об этом вообще никто не знает, совершенно внезапно инвестиционный отдел CD Projekt'ов приобрел студию Metropolis Software. Данная студия по указу поляков начала разработку игры, которая представляла из себя Шутан. Видимо, тут они хотели повторить успех других консольных фаворитов. И хоть выглядит тогдашний билд дефолтно, при должной разработке игра могла стать вполне успешной. Однако в данном случае интересно отнюдь не это. Мало кто знает, но изначально именно Метрополисы приобрели права на создание игры по мотивам Ведьмака, однако задачей они не справились. Чуть позже сидюки выкупили у них права, а Метрополис вместо этого выпустили игру Горький 17. Годнота. Что оригинал, что отечественная адаптация. Однако обе студии, и Вайтскрин, и Метрополис, испытали так называемый опыт сотрудничества с CD Projekt'ами, которые на тот момент пытались удержать на плечах сразу три проекта. Увы, но это им так и не удалось. Консольный порт Ведьмака так и не увидел свет, так как разработчики порта поссорились с сидюками. Разрабы говорили, что поляки не оплачивают работу вовремя, а потому они лажают со сроками. А поляки же говорят, что не присылают деньги вовремя, так как разрабы лажают со сроками. Смешно слышать от них такое, а? Да, сидюки? В итоге, сожрав огромную кучу денег, консольный Ведьмак уснул, ибо поляки больше не могли рисковать вкладами в такой сумнительный проект. Из-за этого студия Вайтскрин скоро обанкротилась, а разрабы в большинстве своём сбежали в Юбисофт. Беды не обошли и студию Метрополис. Потеряв огромное количество денег, поляки решили вложить остальные ресурсы в свой будущий проект, а потом и выкинули лишних людей из данной студии, а оставшихся запрягли помогать им. По итогу и эта студия вскоре закрылась. Правда, вот разрабы не согласились с данной судьбой, и в скором времени основали студию 11-бит, которая подарила нам такие игры, как This War of Mind, Frostpunk и Вульфа с Ебенградом. Амбиции CD Projekt'а встретились зубами об реале жизни, где всё в любой момент может пойти не по плану. Вряд ли стоит их тут винить, ибо это буквально их первый опыт в работе на несколько фронтов. Однако это не отменяет тот факт, что разработка Ведьмака пошла не по плану. Полякам пришлось затянуть потуже пояса и сменить грандиозные планы на планы куда более реалистичные. И по сути, это суть CD Projekt'ов. Попытались расшириться, а в итоге порвались. По ходу разработки в сеть то и дело сливались в футажи геймплея игры. При том, на каждом этапе слива игра то и дело менялась. Сначала игра была серой, мрачной, холодной, с классической боёвкой первого Ведьмака. Потом игра стала куда цветастее, а боевые элементы сменились на более дефолтные слэшерные механики, которые должны были быть куда более удобными для консольных игроков. Ну чё, удобно вам, консольщики? Да чё-то не очень, а вам? Аналогично. Менялась и физиономия Геральта, который в итоге из рожи главного героя Huntdown the Freeman превратился в ту самую харю пепельного догича из ревийска. Я люблю выпивать! Несмотря на ощутимое консоливание проекта, многие игроки были весьма воудушевлены увиденным. Этому также способствовали эпичные трейлеры и утечки с разных конференций. Все были уверены, игра выйдет то, что надо. И вот за окном 24 марта 2010 года игра вышла. Разумеется, она получила в большинстве своём высочайшие оценки и восторги критиков, однако сами игроки были весьма огорчены многими вещами. Игра была забагованной, плохо оптимизированной, дилс из-за предзаказа никто не мог скачать, а лды так тем более горели по поводу и без, ибо этот Ведьмак был совсем иным. Каким же он вышел? Давайте вместе и узнаем! Играть мы будем в Enchanted Edition, эдакую режиссёрскую версию игры, которая в отличие от издания первого дня, полностью запатчена, имеет дополнительные квесты, правки в оптимизации и просто как минимум играбельно. Это и есть окончательная версия игры. Начинается она с заставки. Заставки, где некий огромный лысый ведьмак забирается на корабль некого короля, дабы весьма эпично его окнуть. Кто этот лысый? Мы не знаем. Зачем он это делает? Тоже не знаем. Является ли лысина следствием мутации? Не знаем. Станет ли таким же сухач? Тоже не знаем. Лишь по отрезанию головы мы можем судить, что лысич выполняет заказ на убийство. Вполне естественно, более понятное происходящее станет потом в контексте сюжета игры. Пока что нам остаётся лишь офигевать и восторгаться. Пожалуй, тут же я расскажу вам о забавном факте. На релизе данной заставки у игры не было. Синематик был создан ребятами из Плацик Имидж по заказу CD Projekt'ов, дабы использовать его как трейлер Enchanted Edition 2 Ведьмака. Вот и живите теперь с этим. Мы в меню. Меню классное, красивое, а музыка-то... Именно отсюда мы ныряем в сюжетку, предварительно через обучение, познав суть геймплейных нововведений. Мы оказываемся в неизвестном месте и вне контекста. Гервант прибыл на лодке хрен знает откуда, хрен знает куда, и благодаря сноуболовцам пересел с голоса Владимира Зайцева на гланды Всеволода Кузнецова. От холера. Сапоги промокли. Еще одна дыра. Так и знал, что не надо накерскую паль с Аликом покупать. Честно говоря, меня до сих пор поражают первые секунды в этой игре. Красивое ночное небо, свет от фонаря, великолепно подобранная цветовая гамма и прекрасный звук без излишеств. Вот это я называю ИГРА! Однако очень быстро восхищение обрывается интерфейсом игры. Забудьте про удобное взаимодействие с инвентарем из первого Ведьмака. Взначайте тот самый знаменитый консольный Абас Рамс из Ведьмака второго. Он специально был сделан, дабы консольным игрокам было удобно ковыряться в нем с помощью геймпада. Правда, по иронии судьбы, именно с помощью геймпада это удается хуже всего. И даже спустя несколько часов игры вы будете случайно снимать с Геральта одежду или же мечи. Вы только гляньте на эту игру красок. Свет через мутные окна выходит наружу и слегка освещает кусты и траву. Даже через монитор отдаёт некой мистической уютностью. Это, кстати, одна из причин, почему некоторые Алды не особо ворчали в отношении перехода из серости в цвет, ибо конкретно в этой игре поляки порой добивались фантастической цветовой химии. О, гляди, подписчик! Мужик сидит! ЛООЛ! Ты кто? Я тебя не обижу. Давай, осмотрю твои раны. Что-то ты не похож на бродячего жрица. Я колоброд! Этот челопук чилишпилил на местную арену, дабы подраться за бабки. Правда, вместо этого он на халяву получил по жопе от утопцев, а его слугу так вообще пустили по гурманскому кругу. По идее, он скоро должен помереть, но ведьмак от доброты душевной решает подлечить его настойкой на сорняках. Слушай, я приготовлю для тебя целительный эликсир он тебя скорее всего убьет потому что ты не ведьмак но тебе терять нечего все-таки есть шанс что твой организм справиться с токсинами в эликсире и начнет регенерацию лучше сдохнуть под забором чем стать мутантом не станешь максимум впадешь кому и станешь овощем на потеку местным смех смехом а дальше смешного быть не должно путем юзанья ведьмачево чутья который по факту является недолокатором геральт собирает траву и варит лекарства а мы же видим что во-первых медитировать можно в любом безопасном месте а во-вторых алхимия была из интересной механики превращена в банальный экран крафта по рецептам да и помимо зелья теперь больше ничего не сварганишь джесси нам надо варить фитчер мистер вайт варку фитчер вырезали держи эликсир пей до дна и постарайся чтобы не стошнила бей а вот если бы я тебе дал тот знаменитый спирт вот болтон и гештальт получает приглашение на арену на нее же ведьмака сразу не пускают ибо уж больно ведьмак похож на нечистую силу кто там колобродец по тьмах пошел отсюда а то собак спущу а с той стороны стены трупоеды так что если выбирать лучше уж собаки шутник да все вы весельчаки а как на арену выходите сразу охота шутить пропадает я не шучу я промок и устал впусти меня ага вампир значится не пущу внутрь кровопивца чтобы да так нет у меня тут угри с чесноком так и знай что на это скажешь можешь испытать меня угрями в чесноке проточной водой и пивом тоже кто ж тебя разберет шляется зло по ночам изводит порядочных людей так что будем ждать до утра до петухов ежели не рассосёшься в пущу мне что же под стеной сидеть эй ты там все сводится к тому что нас обучают скипать время медитировать о любителя вкусовых извращений впускает на арену лишь под утро ты тут еще сила нечистая петух уже пропел и я себя отлично чувствую запах вот только именно на арене игрока подробно знакомят с боевой системы увы но не готовыми к дальнейшему событию не были ни нуфаги не алды и дело далеко не в переходе на слэшерную систему боя проблема была в реализации если первый ведьмак был сильно вдохновлен котика и ролевыми играми старой школы то ведьмак 2 по словам разработчиков был вдохновлен demon souls heavy rain и тогдашней игрой про бэтмена ох а demon souls игра получила возможность накидывать таргет на противника парировать перекатываться от бэтмена же игра получила механику с перемагничиванием геральта к противнику в момент удара достаточно быстрый темп битвы против множества врагов с использованием множества гаджетов о господи от хэбби района игра получила квиктайм ивенты господи и все бы ничего но реализация оказалась слабой герой порой отказывается подчиняться игроку попадает под удар не перекатывается вместо удара по одному противнику примагничивается другому и абсолютно не делает контратаку а знаки так и порой вовсе удаляется об врага с нулевым уроном враг их блокирует блокирует их не от дыни в жизнь и метод ведьмака не лучше ножи с бомбами щуку и как работают она введение виде ловушек нет причем ловушки в этой игре абсолютно лишены логики геральт может устанавливать их прямо во время боя на шаги ведьмака они не реагируют но при этом урон ему наносит уничтожается случайными знаками что самое смешное враги их абсолютно не видят хотя они не кажутся такими замаскированными вообще по идее ловушками ведьмак должен подготавливать свое поле битвы на на деле ведьмака это поле подготавливать лишь после очередной загрузки так как большинство драк проходит абсолютно внезапно конечно же потом к этому привыкаешь приспосабливаешься но по первой на этапе обучения с каждым игроком случалось примерно вот это игра за это в издевку предлагает выбрать легкий уровень сложности обидно да игра в очередной раз начинается с цитаты про ублюдочность ведьмаков а потом рассказывается что на севере все плохо северяне бомжи не люди за людей не считают а короля фольтеса так вообще чуть-чуть на фарш не пустил неизвестный пассасин а геральт снова вспоминает как бежал 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 упал не добежал теперь он в замке спустя три дня после какой-то битвы какой битвы спросите вы и почему геральт находится в кандалак что здесь вообще происходит вот холера а 20 аренов глядюшки глядик проснулся грехнулся не входи туда добровать он скован что мне сделается правда мастер геральт мне нравится угри в чесноке белобрысово бьют снова бьют и потом некий бедуин в чурбане забирать его в комнату дознание дабы дознать зовут его вернан роше в этом мире он своего рода глава тимирского игру с элементами командоса крайне патриотичен харизматичен и на некоторых артах клубничен хоть и хер моржовый полагаю нас не представили вернан роше руки мои заняты так что пожми мой ху боюсь не могу пожать тебе руки и как я не подумал янка оборвоту по итогу развязывают руками тяночки и следом начинается допрос где геральту вонтишь не вонтишь а говорить придется ты расскажешь мне все что помнишь о штурме и о том что случилось в монастыре а если я откажусь тогда придется тебя бить я командую специальным отрядом короля достаточно давно у меня рука набита ты ведьмак выдержишь долго будем надеяться в худшем случае ты вернешься в подземелье а завтра тебя публично выпотрошит сдерут кожу и повесят просто так ни за что затемерию почетно чего мне начинать сами же рассказы представляете так называемые флешбеки и прежде чем они начнутся я пожалуй сразу расскажу вам один из фактов который ответит на буквально все минусы плюсы дальнейшего предоставания изначально игры было три вариации начала игры которые зависели от результатов деятельности игрока ведьмаке первого но их вырезали по денежно-временным распиздяйственным причинам из-за этого огромнейший кусок сюжета был обрезан а затем кусками виде флешбека вставлен в данный допрос поэтому на все непонятные смахи руками с вашей стороны я лишь буду говорить сиди проджекты первый флешбек начинается с утречка военном лагере фольтеста короля тимерии дивный день геральт встречает в компании 3 смели гольд который разрабы навязывают игрокам вне зависимости от желания игрока мути лишь они в первой части забудьте полу разрабов ведьмак оказался безалаберным кретином предпочитающим место семейной жизни игру собственно причиналом мастер ведьмак вы спите его величество король тимере понтера махакама и содана сеньор протектор бруги призывает мастера геральта к себе передай сейчас буду я извиняюсь что в такую рань но король мы поняли удачного вам дня госпожа мастер-ведьмак этого солдата можете смело считать героем ибо он не дал гербельту провести очередной стресс-тест своей иммунной системы глупая война все так хорошо начиналось ну милый короли не ведут глупых войн вкратце за шатрон готовится штурм замка рода лавалет и делается это потому что местный издать подговорил у любовницу фольтеста луизу лавалет пойти против короля и все бы ничего но от данного красавца она заимела двух бастардов которые в будущем вполне могут претендовать на трон три же как советница короля обязана присутствовать а геральт геральт просто шмурдяк визимский да да фольтест и остальные короли севера может и не блещут интеллектом и хорошими манерами но это короли и других у нас нет еще тут ходят слухи про какого-то дракона скреты или и вообще покой нам только снится кусь-кусь и шмекель без кожицы в остальном же история буквально продолжает темы из первой игры а конкретно столицу про какого-то тайного ассасина и пропавшую память геральта то и дело ему во сне каждый будто вот-вот-вот вспомнит но память все время кидает однерки не позволяя ведьмаку вырваться из крепкого хвата вареник рыжий и тут бац выходим из шатра данный момент очень мимитичен среди игроков не охренеть от такого эпика сложно солнце бьет прямо в глаза огромнейшие трибушеты олицетворять всю мощь темирской армии которая расположилась в рядах палаток на горизонте отряды готовится к битве а старшие по званию учат солдат уму разуму конкретно сейчас геральт должен пойти к ролю однако это было бы ошибкой в самом лагере есть на что поглядеть что послушать и чем заняться этот канавал собрался банка тут можно покидать кости побороться на руках и просто кайфануть от атмосферы еще можно выполнить заказ на чудовище которое геральт убил за кадром но как за кадром разрабы просто вырезали данный момент и оставили концовку сюжета просто потому сделал вид что это поискование такое я сделал что просили пришибил курали скотт это здорово ну и как тяжко было обычная ведьмачья работа джекты но не спешите грустить ибо далее ведьмак натыкается на рубайл из кринфида очень мемные ребята знакомые фанатом еще по книге клиника мелкий ведьмак идет тот самый геральт из риме этот в амулетах понимает билдер ведьмак меня вопросит мы знакомы старых друзей не признаешь мы же рубайлы из кринфида я потерял память точно как богаль после той охоты на золотого дракона так тот как треснулся тыквой о камни все так и жрал и срал жрал и срал даже бабки хотел мне кажется это не амнезия богальта из игры тоже вырезали я животер этого зовут не щука а это мелкий моего ремеслу записались мы на войну а то с чудищами последнее время нам не шибко везет так молодой насмор вляпался в эту историю закладом поможешь нам по старой дружке геральт бы и рад вспомнить было это не помнит а когда напоминают том понимает что такое лучше не вспоминать мы бы вас и так отпустили и чародейку тоже а чтобы насиловать так это бога только припугнуть хотел насиловать закрой пасть не щука ведьмак ничего не помнит так и нечего зря болтать мы старые приятели вы хотели изнасиловать старого приятеля они вполне кратко и мемно рассказывают про книжные события в которых участвовал геральт рубайла и йеннифер только чародейку ты хотел убить дракона чародейка хотела селя не хотели все хотели а награда известное дело была одна так что мы немного поспорили ну и драка вышла вывязали мы вас как кабанчиков значит тебя и чародейку и пошли на дракона а дракон так нам задницу надрал что мы еще полгода в себя приходили а вы сами там как-то развязались а что за чародейка чернявая такая как ее звали не щука конфитюр а джемнифер что ли так поможешь старым друзьям по сути эти ребята являются первыми квестодателями они в очередном патруле нарвались на некое святилище тракнули монашек и украли оттуда некий магический амулет из-за дальнейших несчастье в лице эльфов и лицезрение того самого дракона и слухов они все не могут понять найдены амулет магический или нет и не поспешили ли они с участием споре по которому их полудохлый товарищ должен с одним лишь амулетом без доспехов с голым срамом пойти в бой кто знает может этот амулет притягивает беды святилище белки дракон а я ведь говорил пошли за доспехами погоди минутку ведьмака за совет надо отблагодарить как полагается да у нас же ничего нет может примешь в дар этот самый амулет знаю что он пуф лыжный но может купить его кто или сам его расколдуешь по спойлеру скажу что в ином случае пацанчик погиб в замесе теперь насчет фольтеста сразу скажу что конкретно он один из самых харизматичнейших персонажей в игре фольтест боевой государь и компанийский парень наш кандидат замечательный день для битвы не бойся твое превосходительство арбалетчики нас не достанут признаюсь мой господин что я не воин я предпочитаю скорее фехтовать пером и словом я выполняю роль посланца мир данный момент он находится компанией шиллер до дипломата нильфгардского мужик с виду милый надели мразотный правда не из-за характера но из-за профессии вот и ты наконец-то предатели уже смолу на стенах варят а вы с королевской советницей все забавляетесь кстати именно тут случаются сцены которые идеально подают игрока персонажи фольтеста мы же в недосягаемости это баллиста твое превосходительство плечи усилены медными плитками тетива из конского волоса болт летит даже на милю смертоносное оружие и очень дорогое фольтест представляет из себя образ правителя умелого в битве и войне но при этом абсолютно безразличного к политике как таковой тем же дипломатом он так вообще ведет беседу лишь потому что его об этом попросил трис это же в очередной раз кстати показывает различие между грубыми северянскими манерами и учтивой лестью нильфгарда покрыты словами обмана лицемерия и пустырония теперь же когда посол львайт фольтест и алкаш остаются наедине по плану короля белобрыз и солдат неудачи должен отправиться с ним на стены замка защитить от шального удара в кадык да помочь в случае трабл и это кстати умно со стороны фольтеста воспользоваться услугами человека замочившего великого магистра и перепившего лысого черта ты все шутишь о а вот очередной мемный момент который многие игроки абсолютно ненавидят что же там делается о это же граф и чаверия держи ведьмак дело в том что тут надо попасть в аристократа негодяя правда геймплей на это буквально выполняется методом сохранился загрузился ибо логики наводки нет никакой никакой и он потому с красным плюмажа вранье целиться надо в чилика без плюмажа попали в скотину готов а далее мы потихоньку подходим концу первого флэшбэка поднимаясь по осадной башне и глядя на интересности вокруг я слушает мнение фольтеста насчет происходящего а именно что он готов просить луизу и зла на нее не держит пусть только преклонит колено и перестанет вести себя как дуринда и вот подняв моральный дух рыцарской элиты фольтест приготовился к бою а с ним и ведьмак на этом оканчивается первый флэшбэк и игра мгновенно возвращает нас в реальность толпа разодетых борчуков с помпой посетила штурм и пробежалась по стенам крепости только вот настоящая армия умирала на улицах под ними по уши в крови и в дерьме если годы службы меня чему-то и научили то только одному неважно где ты в бою или на балу у тех кто выше по праву рождения всегда будут и лучшие места и лучшее платье не нам менять этот мир ведьмак рассказывай дальше осада началась а вместе с ней и проблемы многие современных фанатов ведьмака совершенно не знают о величайшем косяке поляков вот вроде бы все идет нормально мы делимся о титурной шристи защищаем тимерского батьку попадаем под обстрел очень странно летящих стрел а затем по просьбе короля спускаемся вниз и пытаемся с помощью баллисты пробить путь дальше дается это нелегко его против нас сразу же бросает врагов лицемечников арбалетчиков и борцов со щитами под моим управлением геральт с горем пополам побеждает их это при том что он обдалбывается зельями и грамотно юзает скиллы однако во время релиза многие игроки столкнулись тем что вообще без понятия что то делаете как драться и дело не в том что они нубы играть не умеют раки нет просто обучение с братишка болтаном добавили швынчат от эдишине они так и не поняли в чем дело вообще такое копошение в разницах между релизом и нынешней версии по идее не должно быть важным ведь конечный результат важнее однако учитывая релиз кибербанка скажем так эти знания лишними не будут так стоп а почему я в этом доспехе я же поменял свое мандирование предыдущем флешбеке разве нет в общем по результатам первым осады идет хорошо чернизу дерется как только может а или то урагана проносится через губки врагов во многом конечно же есть заслуга геральт и его особых умений среди которых многим особенно запомнился арт превращающий врага в последователи рэгдолла и ирнии который из клёвы огненной волны превратился в дефолтный фэрбол финалом же данном флешбек будет стычка с орианом лавалетом город и сын считающий что фольтест опозорил мать отступитесь мы вас перебьем как бешеных собак ариан лавалет с этим будет нелегко геральт же пробирается к врагу в тыл имеет возможность разрулить проблемы с пацаном славный геральт из ривии низко же ты пал ведьмак говорят будто ты один из лучших фехтовальщиков севера вот и проверим ровно как и в ситуации с рубайлом геральт оказывается перед выбором убить парня или же уговорить сдаться и я никак не навязывает вам тот или иной выбор ведьмак он совсем не про это сложи оружие парень это не игра не губи людей сдавайтесь и король будет милостив хватит с моей матери королевских милостей и что ты собираешься делать бросишься на меч или убежишь сделал из нее по тоскуху а потом отрекся от нее перед всем королевством это правда только резня или геройство этого не изменит теперь бросайте оружие если с моей матерью что-нибудь случится я найду и убью тебя и все бы ничего но на этой позитивной ноте осада внезапно обогащается насыщенными событиями самых разных окрасов появляется три с собственной персоной геральт снова оказывается в дефолтной броне сиди про джекты а мы же можем лицезреть работу отряда верно на роше который ныне геральт и допрашивает открывай сейчас же государь верно на роше правда неожиданно в этот момент атаку производит дракон события внезапные все в шоке но делать нечего надо выживать хотя что надо делать не очевидно просто видно что дракон жарит как надо а хлипкие доски спасти не спасут я думал пробежать но дракон быстро зажарил меня правильно варианты быть переждать глядя на дракона через дырявую крышу ведьмак и как с такими чудовищами бороться никак бежать от них надо помог так помог забавно порой если остановиться просто посмотреть на то что происходит вокруг то будет видны те самые ужасы войны простите разрабы но по физике щепки должны были в другую сторону а впрочем сиди про джекты благо вскоре все это действие оканчивается и на пока что дракон отогнан кто это и почему он здесь оказался непонятно по логике драконы вполне разумно и конкретно этот вряд ли напал бы просто потому что вполне возможно что этот дракон вполне осознанно пытался помочь лавалетом по крайней мере в рамках данной вселенной это было бы логично осады продолжаются наконец-то все войска внутри на полных правах солдаты ныне рофлят грабят и подешаются сексуально а вот король стремится пробиться в светилище где наныкались элитные оппозиционеры ныне же на плечи ведьмака ложится задача по поиску тайного хода в укрытие врага именно тут у ведьмака и у нас появляется больше свободы можно решать помогать гражданским или нет или жда ну за деньги раньше все время стараться играть максимально по-доброму и позитивно я все-таки чел положительный теперь же я себе любознательности ради позволяю иногда всякие шалости бы доказывается иногда приводит к смешным моментам вы свободны спасибо вам мил стар одним спасибо сыт не будешь но у нас ничего нет вот холера разбойник чувствую себя немного гниды но наука есть наука еще науки ради я заглядывал каждый угол и нашел лишь не доказать того что изначально локации действительно были одной большой кишкой где мы должны были бежать без перерыва на допрос с раше доказательством является то что разрабы криво порезали замок на уровне если подойти к локации с концом предыдущего флэшбэка то мы услышим соответствующую музыку сиди про джекты момент с поиском тайного хода свое время взорвал некоторые пуканы по первое многие тут и застопорились ибо не могли этот проход найти почти в каждую дверь можно заходить в каждый уголок глянуть и даже заглянуть некий подвал тайны который в идеале должен был быть входом но не являлся и конечно же тут вида разрабов и в они не дали понять что среди максимально статичного окружения иногда могут попадаться места не совсем статичные зато в награду за поиски я любезно вынуждает китруду залезть канализации где он бахнут напиток кошка идет рубать утопцев визуал от кошки пецифический с китаели господи эльфов только не хватало так а теперь доходим до самого главного взрыв пукана момент от которого лично я раньше ужас как горел конкретно тут нас ожидает драка с этими чучмеками среди которых имеется чел опасный лично моя тактика подобных ситуациях это максимальный прочь знаков бомб и ловушек ибо на данный момент наш персонаж не настолько сильно чтобы реально заточить конечно будь управление более удобным я бы спокойных разбросал как нога песочный замок только что ты стал самым титулованным ведьмаком на свете и самым богатым ловлю тебя на слове король видишь вернан геральт справился я видел на реке с китаэлей где именно сколько как выглядят кстати да раше просто помешано с китаелях также как ватник нахах и наконец-то наш сказ плавно доходит до ключевой точки я бы даже сказал до точки контрольной элита собралась тут и всячески пытается выеживаться за счет оскорблений ноги силы стоит ли говорить что это буквально прямо как в жизни где она из и буси ты про королевских отпрысков не испытывай моего терпения тайлес я обещаю тебе легкую смерть где вы спрятали детей монастырь они вместе уединения что что это значит богохульство чародейские фокусы у преподобного волос головы не упал а дворяшка получил по ребрам и волки целы и овцы сыты кстати причем идти далее хочу многим игравшим показать что в этой зале так то есть отдельный зал с контентом виде всякого годного лута в это место мало кто заходит и по сразу идет за пользоваться там с рашей и очень зря ибо прямо тут мы находим одно из величайших орудий за всю игру кайло этот дамаг просто пиздец на основа нападает дракон в этот раз он разделяет фольта с геральтом от раши обидно но зато фольта за очередное спасение жизни обещает геральту очень богатую жизнь прямо как у майнера ты снова спас мне жизнь можешь просить чего хочешь ведьмак в пределах разумного спирт и все бы ничего но на заднем плане сейчас играет один из самых лучших саундтреков не то что в игре а вообще во всем творчестве поляков а это значит о кто там фольтест я пришел за своими детьми подожди здесь геральт ты их напугаешь случается долгожданный триумф победы фольтест находит своих детей более ему ничего не надо он достиг своей цели иди буси это не мой отец он твой король малыш геральт же тактично не мешает королю восторгаться победы и к сожалению тактичность данном случае оказалось очень не кстати государь помолимся они должны выглядеть как дети короля у них твои глаза государь в и в в в в в и в и в в в Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!